Открылся рынок Европы в 11 часов. Он открывается сейчас как раз 11. То есть, кто я по еврейению? Очевидно. Очевидно, я продавец. В этом нет никаких сомнений. Но я продавец относительно текущей локации. Локация это что? Помните, да? Цикл рынка. Узко, широко. Узко, широко и так далее. Вот сейчас я в какой фазе? Широкой или узкой? Широкой. Почему? Потому что узкая была здесь. Расширились. На широкой фазе ты не имеешь права торговать по тренду на пробой. Ты можешь ожидать сужения к ценности, к черным точкам. Или бывает другая ситуация, более, скажем так, интенсивная. Когда цена не может подняться и начинает здесь ступориться. И мои точки приближаются вплотную. То есть, получается, что цена и ценность, точнее, цена приблизилась к зоне ценности. В таком виде, да? Потому что два варианта. Либо мы резко придем на коррекцию, либо застрянем, точки приблизятся. И вот это то место, где ты заходишь в сел. То есть, мы должны сократить вот этот гэп. Я не хочу видеть этот гэп, торгуя по тренду. Все, вот весь принцип. Тренд у нас известен вниз, на сканере вниз. И мы видим смарт-эсслетор ниже 50, говорит о том, что медведи сильные. И вообще все медвежье. То есть, все сел, 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 сел. Но будь терпелив. Потому что, если ты знаешь принцип локации, то у тебя нет никаких проблем с поведением и с определением момента входа в рынок. Остается только этого придерживаться. Давайте смотреть дальше. Я хочу, чтобы вы изучали вот прямо сейчас, в реальном времени. Потому что все, что я показываю, 90% на ютубе, ну, естественно, и на онлайн-торговле. Это все в реальном времени. Я могу вам отмотать гараж. Вот, ребята, здесь вошли, здесь вышли. Все в реальном времени. Чтобы вы могли, скажем так, через себя это даже пропустить. Потому что, когда ты не знаешь, неизвестен правый край графики, и потом это начинаешь наблюдать. О, как это работает. Так, так, так. У тебя совершенно другой уровень уверенности. А когда ты смотришь на историю, ну, тут... Что-то можешь тестировать, безусловно. Но это не дает тебе, скажем так, никакой уверенности. Совершенно. Пока ты не столкнешься с этим в реальном времени, не пропустишь это через себя, ты не получишь никакую уверенность. Поэтому я даю вам в реальном времени информацию, чтобы вы даже не имея, может быть, моих инструментов, уже потихоньку начинали верить в эффективность этих принципов. Потому что это работает безо всяких условий. Просто работает. Ну, потому что так же, как ты дышишь, вдох-выдох. Вот такая же история. Понятно, что интенсивность вдох-выдох разная. Иногда ты запыхавшийся там бегаешь. То есть, рынок иногда валится, как сумасшедший. То есть, скорость сумасшедшую набрал, и все, и быстро выдыхается. А иногда он идет так. Просто бежит марафон. Спокойненько так, в ритме так. Так-так-так-так-так. А это самые сильные тренды. Он не выдыхается быстро. Я называю это настойчивые тренды. И они обычно на графике выглядят таким образом, что вот эти черные точки, если медвежий рынок, они вплотной к цене. Все. Вот понять, как ритм рынка спокойный, и он намерен пробежать марафон. А когда это спринт? Вот сейчас это скорее спринт, потому что, когда такое расстояние большое, у этого расстояния, точнее, от этого расстояния, редко приходят сумасшедшие тренды. Либо рынку нужно сейчас найти баланс, паузу. То есть, набрать силы, потому что так сразу цена не пойдет вниз. И вот сейчас мы видим, последние 15 минут рынок вообще ничего не делает, потому что он далеко от ценности. Он резко начал так бежать, 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 быстро, 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 и устал. И сейчас ему нужно набраться сил. Вот когда вы это возьмете за основу своей торговли, когда вы это будете внедрять, и это через вот это СИТО будете пропускать все свои решения, вы просто переосмыслите свою торговлю, переосмыслите то, что вы до этого делали, и что вы делали все абсолютно наоборот, и поэтому теряли деньги, и не потому что ваша система плохая даже. Просто взрывные знания трейдеры для вас. Особенно если вы новенький трейдер. А если вы опытный, у вас давно нет результатов, причина в этом не следование циклу рынка. Либо вы бежите с ним вместе марафон, либо короткий спринт, а если он пробежался и уже не идет, а вы, давай, бежим, 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 и вам его на себе надо нести. Справишься ли ты с этой ношей? Нет. И вот мы приходим к ценности. Дистанция сокращается между ценой и ценностью. Практически она уже та, которая нужна мне для того, чтобы входить в рынок. И теперь вот здесь я начинаю внимательно следить за тем, что делают другие трейдеры. То есть я знаю четко, какой ценовой паттерн мне нужно здесь увидеть, чтобы войти. Не думаю, что я могу здесь продать. Хорошие условия. А вижу. Более-то может быть такой, что ценовой паттерн не будет, он придет сюда, и потом как шарахнет вниз. И я скажу, блин, надо было продать. Тогда тебе надо поставить сюда лимитный ордер, выставить вот так сел лимит, и все, и пусть он стоит там. Даже эти не выставляется лимит. Ну, потому что у меня настроено по рынку входить, по рыночной цене. То есть, если хочешь войти сразу, пожалуйста, ставь лимит. Но я жду подтверждения трейдеров, потому что вот этот гэп, 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 гэп. Это очень большое расстояние. Это был спринт. Рынку нужно отдышаться. Ну, уже отдышался, в принципе, пошла коррекция к ценности. Но, может начаться новый спринт, или может быть новый марафон, но уже с другой стороны. Будьте аккуратнее, потому что вот это очень большая дистанция была. То есть, они взяли очень такую скорость сумасшедшую, стартанули. Но посмотрим, вот это зона сел. Почему? Потому что все у нас сел, все красное. Да или процент сел, мы ниже минимума вчерашнего дня торгуемся. Так что, готовимся к продаже. Еще раз, сигнала может не быть, и он упадет. Ради бога. Никакой проблемы нет в этом трейдере. Я не всегда жду, когда цена именно к точкам придет. Я могу здесь продать, но пока нет сигнала на сел. То есть, не обязательно, чтобы цена прям примыкала к вот этой зоне, 161,200, да? Вот сюда. Это не так важно. Самое главное, чтобы в этой зоне был сигнал. В этой зоне был сигнал, но пока его нет. Поэтому и ждем дальше. То есть, фокусируйтесь на только том, что вы можете контролировать. Вы не можете контролировать, что сделает рынок, но вы можете контролировать последовательность своей мысли. Синтекс. Еще раз. Синтекс – это очередность, в которой появляются события на графике. Если у тебя нет торговой системы, которая в автоматическом режиме ищет сигнал на других символах, ты берешь 1-2 графика и вот эту же очередность там соблюдаешь. Ну, например, евро, иена, там золото, все, но другие не смотришь. Будешь смотреть, будешь терять деньги. Ну, потому что быть сосредоточенным и держать свои два глаза сразу на пяти символах, это или там больше, не вариант. Не работает так это. На минутки тем более. Ну, три дня тем более. Я торгую только интродэм, мини-трейдеры иногда пишут в комментариях Аркадия, ну, типа, а если оно завтра пойдет наверх? Меня не интересует завтра, меня интересует прямо сейчас. То есть, что в течение 10-15 минут? Меня не интересует даже, что будет вечером. Это не мой стиль торговли, это не то, что я практикую каждый день. Поэтому то, что я говорю sell, или далеко, или близко, и мы развернемся, или пойдем дальше, или здесь вход, это актуально здесь и сейчас, вот прям вот сейчас, ни завтра, ни через 2 часа даже. Сейчас, интродэй это момент. Поэтому я дейли не смотрю, час не смотрю, дейли смотрю, если только мне нужна какую-то общую картину. Видите, я уровней, например, не вижу впереди. У меня ничего нет. Хотя, в принципе, уровни мне не нужны. Почему? Потому что вот всю картину за 2-3 дня, я вижу, она более важна. В общем, ждем. Пока нет сигнала, но мы на старте. Мы так внимательно бдим. Можем открыть пока фунт австрали, давайте евро, и иену уберем в сторону. Вот так, чтобы она закрыла. Не проблема. Нажал на кнопку, снова все увидел. Это специально сделано для того, чтобы у трейдеров никаких сложностей не было в работе с системой. Так, фунт австрали, давайте его теперь разберем. В 10 часов 10 минут был buy сигнал. 91.365 у нас был buy сигнал. точнее 10 часов 10 минут. Да, вот здесь buy был. Но мы ждем коррекцию в этом случае и будем тоже покупать, если будет сигнал. Это такой же подход, как и евро-иене. Коррекция сюда. Почему? Почему я жду коррекцию, а не на пробой? Смотрите. Это называется дистанция, да? Локация. Широкая или узкая? Мы уже однажды удалились так от точек. Эти, да? То есть, еще может немножко удалиться цена, но уже она близка к предельному удалению. Поэтому здесь нельзя торговать на пробой, а здесь можно торговать только на коррекцию. На пробой ты можешь торговать здесь, как раз где был сигнал, вот на этом большом баре. Почему? Потому что локация узкая. Локация узкая здесь, а здесь уже широкая. Все. Придерживайся этого принципа. Давайте посмотрим, что по евро и иене. Смотрим. Не спешим никуда. Мы ждем наш ценовой паттерн. Мы знаем, какой паттерн мы ждем. Хороший здесь стоп. Хороший стоп я называю тот стоп, который за уровнем. Вот видите, здесь уровень слева за большой медвежьей свечой, за точками. То есть, это такое хорошее место с точки зрения логики для стоп-лосса моего. Когда стоп-лосс логичный, сделка лучше отрабатывает, более прибыльная, как правило. Ждем. О, британский индекс один из моих любимых пришел. Посмотрите, я слышу информацию, я вижу на графике. Я иногда торгую индекс Великобритании до открытия. Вот помните, в предыдущих видео мы торговали. Сегодня решил этого не делать. Не торговать. Хотя там недвижательно страшно. Там может обвалиться очень сильно и быстро индекс Великобритании. Здесь тоже, видите, локация была узкая. Смотрите на этот цикл. Видите, да? Широко. Нам нужна коррекция, чтобы продать. Здесь узко, можно на пробой. Если узко, если У равно П, если узко, то пробой. Если широко, то коррекция либо разворот. Разворот означает, что здесь можешь купить контур, чтобы твой профит был на коррекции. Вот эта коррекция будет твой профит. То же самое здесь, да? Например, купить здесь по евро и нет, коррекция, твой профит. И затем ты на этой же коррекции зайдешь на сел. Но это чуть сложнее игра, потому что игра по обеим сторонам, да? И туда, и туда. ждем. Можно нарастить объем по евро и иене. Медведи очень сильно ускоряются. Селл. Ситуация по фунту австралийца у нас предельное расширение, но мы не будем селить, потому что это против тренда. Может быть, знаете, когда так рынок идет, смотрите, на фунт австралийца, когда рынок так идет, 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 ему нужно обычно немножко сбросить пар. Может быть, такое резкое движение. Не надо бояться этого. Это зона бай для нас. Но купить мы не можем пока. Купить мы не можем, хоть и дистанция сокращается, уже точки ближе стали. Наблюдаем. Евро и иена ползет. Мой take profit ниже. Хотя вообще его можно убрать ниже. Если мы пробьем 161, возможно, мы видим более серьезное падение. Евро и иену переношу без убыток. Можно здесь зафиксировать, но подождем. Фунт, точнее, индекс Великобритании, смотрите на него. Ждем здесь sell, возможно, будет продажа. Посмотрите, как мы идеально пришли к ценности. То есть, когда ты такое начинаешь замечать много-много раз, уровень твоей уверенности, уровень твоего доверия к тому, что делаешь, он просто сумасшедший становится. И ты уже менее, скажем так, тебя сложнее растрясти эмоционально. а если ты торгуешь от ощущений каждый раз, то тебя любая трясучка выкинет сразу, да? Тут же потеряешься. Вот смотрите еще раз, да? Этот британский индекс локация какая здесь? Какая здесь была? Узкая. Помните, в предыдущем видео мы ее торговали на пробой. Пробой случился. Все, здесь сел нельзя. Почему? Потому что дистанция увеличивается. Потом мы видим, цена пришла к поддержке минимум вчерашнего дня. Смарт-осциллятор здесь в нейтральной зоне, он нам ничего не говорит. Он говорит просто, что рынок медвежий, но мы видим, какое расстояние между точками и ценой. Это говорит о том, что пружина растянула слишком сильно и может отскочить. Этому принципу я обучаю очень много лет. И все, что вы можете увидеть скажем так в ближайшем будущем на эту тему будет так или иначе связано с предельным расширением и приближением к ценности. Вот здесь ценность, ценность, Аркадий, ценность, уровень здесь. Это не так критично, как критично, что цена вернулась к ценности. Если здесь будет извините, сел сигнал, мы продаем. Понимаете? Здесь ценность, ценность, смотрите, ценность, почему здесь ценность? Потому что здесь удалились, здесь вернулись, точки близко. Я хочу быть продавцом ближе к черным точкам на коррекции. Я хочу быть продавцом ближе к черным точкам на пробой. здесь ты никто, кроме как контр-тренда. Почему? Потому что расстояние большой, твои деньги коррекция к ценности. И вот так каждый раз. Это не будет работать в 100% случаев, но 7-8 случаев из 10 у тебя будет преимущество. Ты будешь делать профит. Ты не будешь попадать в ситуации каждый раз, когда ты входишь и цена против тебя. Почему? Да потому что ты входишь эмоционально. Когда надо было, ты побоялся, потому что еще непонятно, а когда уже всем стало все понятно, уже поздно. Медведи усиливаются. Как я понимаю, что медведи усиливаются в моей черной точке? Они приобретают такую форму. Они загибаются и ускоряются. То есть бегут за ценой. это в колоссальном давлении продавцов. Мы можем видеть такую резкую свечу. Смотрите, что делает фунт австралии. Смотрите на дистанцию. Помните, да? Похожая дистанция уже была и здесь похоже. Но если у тебя страх, страх, ай-яй-яй, раз утро, ты здесь покупаешь бабац и все, до свидания. Ни тебя, ни денег. Очень важно, трейдеры, очень важно. Ставьте лайк, делитесь с друзьями, подключайтесь к моей онлайн-торговле, к этим алгоритмам, потому что это без привлечения может вас спасти вашу торговлю, ваш трейдинг. Вытащите его со дна. Почему? Ну, потому что эти все сигналы, они основаны на цикле рынка. Фиксирую евро-иену по всем счетам, продаю индекс Великобритании. Почему? Давайте быстро посмотрим. Смотрите, как разворачиваются события. Паттерн, price action возле ценности, то есть широко, узко, sell, ожидаем движение сюда, к предыдущей структуре, евро-иена, узко, sell, после расширения, да, здесь берем тейки, зона фиксации на большой свече, нисходящий, может пойти вниз еще, безусловно, но я предпочитаю брать тейки, насилие, рынка, я не жду, когда он начнет отскакивать, чтобы потом в страхе закрывать от боли, что ты упускаешь прибыль. Не моя история. Может пойти вниз, да, но, как правило, будем наблюдать небольшое восстановление, и там я могу снова зайти на сал, потому что восстановление, оно, как правило, к точкам, да, следующее, посмотрим. Видите, точки не уходят, вот это сплющивание, да, это говорит о колоссальной силе продавцов, когда рынок сплющивается буквально. Смотрите, еще раз, узко, узко, смотрите, шире, шире становится, а здесь как широко, видите, да, то есть, когда узко, надо входить на сал, когда узко, надо входить на сал, евро и иена, мне смарт-сканер подсказывает, что там экстрим, поэтому нужно быть аккуратнее, что будет отскок, мы ждем индекс Великобритании, давайте посмотрим, что вообще там творится, мы можем, да, мы на ретесте заберем прибыль, здесь поддержка, то я не думаю, что есть смысл злоупотреблять этим, да, я думаю, вот здесь прямо мы заберем тейк, фунт австралиец, пока ничего, фунт австралиец, пока ничего, по евре они отлично заработали, 30 пунктов, и фунт австралиец, причем фунт австралиец сформировал равнозначную коррекцию, эти, симметричную, но пока здесь ничего нет, потому что мы пробили мои точки, прошли сквозь, больше ничего, при том, что перед этим наш смарт-осциллятор был на экстриме почти, то есть, эта зона запрещает покупать, ни в коем случае, художе, что ты можешь делать, это покупать здесь лучше ничего, либо контр-тренд, потому что есть price action с вечной патом, плюс tc sell short, но это более такой агрессивный подход, он допускается, но нужно быть аккуратнее, нужно быть аккуратнее, то есть, то есть, все, что я смотрю, это пробой, или в скобках коррекция, коррекция по тренду, с помощью тренд-сканера, и второе, это разворот, отскок, от экстремального значения, по смарт-сканеру, все, вот все, что я делаю, цена, ценность, цена, ценность, здесь узко, здесь широко, все, евро-доллар тоже падает, я думаю, там с евро-иеной похожая история, видите, да, то есть, мы продавали, мы продавали евро-иену, а здесь евро-доллар, ну, то же самое, нет смысла и там, и там ходить, здесь даже, я бы сказал, еще идеальнее было, видите, цена, ценность, мы пришли к ценности, смотрите, еще раз, удалились от ценности, нельзя продавать, обязательно продавать, близко к ценности, расстояние микро, отсюда приходят сумасшедшие тренды, вот с таких ситуаций, узко, узко, смарт-осциллятор узкий, потом мы расширились, удалились от ценности, состояние широкое, смарт-осциллятор глубоко, мы вернулись к ценности сюда, sell, мы расширились, удаляемся от ценности, здесь уже поздно продавать, поздно продавать, твоя зона sell здесь, 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 все, вот весь цикл, этот индекс Великобритании, sell возле ценности, плюс price action, то есть, это коррекция, удаляемся от ценности, здесь зона поддержки, что ты делаешь, перевел без убыток, закрыл часть, в моем случае, обвалится еще, круто, нет, круто, все, отторговал, вот буквально, сколько сейчас времени, сейчас 1141, 40 минут мы торгуем, все, отторговал 40 минут, иди отдыхай, не трать свое время, готовимся зафиксировать индекс Великобритании, не смотрю за ним, я не исключаю, что там могут продавить, вообще просто, как оголтелый, но это поддержка, причем важная, со всех ракурсов, сейчас посмотрим, нужно проявлять, чуточку, небольшую аккуратность, здесь, поэтому я всегда трейдерам говорю, торгуйте час-полтора в день, вам этого более чем достаточно, вторник, среда, четверг, самые прибыльные дни, самая высокая волатильность, понедельник, пятница, отходники, как правило, то есть спокойные дни, не нужно форсировать, не нужно торгать большим объемом, соблюдая даже этот базовый принцип, вы уже несколько процентов к своим результатам прибавите, а всего-то фокус на конкретном времени, ограничение торговли, ограничение торговли, я имею в виду по количеству сделок, готовлюсь снять, посмотрите, что делает евро-доллар, посмотрите, как точки близко, видите, слева, смотрите на левый график, точки волатильности экстремально близко к ценам, это о чем говорит, это говорит о том, что давление продавцов огромнейшее, на Мосбирже обычно торговля с 10 до 11, и зимой, и летом, а на европейской бирже с 10 до 11 летом, и с 11 до 12 зимой, ну в зимнее время, я имею в виду, подходим к тейку, у нас соотношение тейка к стопу получилось 2 к 1, шикарно, по евро-иене 2 к 1, сумасшедшие движения, мы видим сегодня по евро особенно, все отлично, само закрылось, и посмотрим, что будет дальше, так, евро-иена, евро-иена немножко угомонился график, но пока здесь ничего нет, почему, почему нет, ну потому что, вот смотрите, смотрите, здесь у нас было расстояние большое до точек, видите, здесь тоже падает цена, но расстояние такое большое, то здесь, бум, посмотрите, какое экстремальное расширение, здесь нет, здесь точки постоянно находятся в динамике, то есть они близко-близко-близко-близко-близко, это сумасшедший тренд, как правило, эти пришли к ценности, посмотрите, евро-иена, эти, да, опять к ценности, далеко, близко, теперь готовимся на сейл, смотрим, может не быть сигнала, здесь был, идеальный, просто, смотрите, просто супер точный, да, этот пошел, индекс Великобритании, тоже близок к ценности уже, в идеале, чтобы он пришел прямо сюда, как вот здесь наверху было, видите, в ценности, здесь еще есть запас, но даже если не придут, но будет сигнал по ходу, я могу прыгнуть, пока нет сигнала, фунт-иена, видите, евро-иена, фунт-иена похожи, похожи, да, но здесь пока нет села, причем фунт-иена лучше на самом деле выглядит, чем евро-иена, потому что здесь тут только движение стартануло, мы только упали, но смотрите вниз, смарт-ойс на экстриме был, да, и мы сейчас потихоньку отходим от экстрима, смотри на лево, экстрим-экстрим, экстрим-экстрим, да, самый сильный инструмент в вашем, в вашем арсенале трейдера, не похожий ни на один другой, смотрим, не спешим, ничего страшного, если мы не войдем, если мы не войдем по фунт-иене, мы зайдем по индексу Великобритании, может быть, тогда, почему бы нет, да, индекс Великобритании пробил довольно сильный уровень, да, поддержки, структуру, уровни важны, безусловно, когда ты торгуешь по тренду, да, ой, когда ты торгуешь на отскок от уровней, уровни важны, готовимся продать индекс Великобритании, не спешим, мы уже в зоне ждем, ждем внимательно, отлично, то есть мы пришли в зону, и вот здесь, что вы делаете дальше, вы начинаете мониторить, то есть вы начинаете смотреть за тем, что происходит, то же самое здесь, вы начинаете мониторить, то есть вы можете продать сразу, как только цена к точкам подошла, что это может дать вам лучший вход, я, например, вошел здесь чуть дешевле, но с подтверждением, да, а смотрите, что происходит, бам, ага, сразу, картина другая, да, уже не так уверенно говоришь, ага, жди подтверждение, поэтому, очень важно потому что перед тем как цена ушла выше ведь здесь появился этот бар широкодиапазонный бычий бар 1 бычья свеча а перед этим смарт осциллятор растянулся то есть мы удалились от ценности здесь твоя контр трендовая игра или ты не входишь против тренда не надо увлекаться но ты понимаешь что здесь селить нельзя больше запрещено селить новые позиции открывать можно находиться в текущей на месте где-то вот здесь или может быть даже здесь продал за еще не так поздно потому здесь уровень ценности еще да и точки не так далеко есть метро ушли смарт ос вообще уперся все стоп продажи коррекция куда к ценности что здесь ты ждешь сигнал какой один из свечных паттернах ценовых которым используем получил сигнал зашел если нет не заходит бывает такое что ударились нет сигнала отвалились ударились нет сигнала улетели не забота трейдера фокус на появление ценового паттерна здесь который регулярно ты торгуешь именно поэтому я сказал вначале не начали до этого что когда ты начинаешь работать вот с этими циклами тебя появляется больше осознанности глаза открываются и ты все понимаешь все стороны за и против такой взрослый подход к этому делу не увлечение хобби там еще что-нибудь так что ждем пока сигнал нет смотрим дальше а евро не было сигнала никакого все рынки угомонились 12 часов 8 минут все наступил наступила пауза такое знаете возникает ощущение когда смотришь на графику уже но вот под после первого часа торгую как будто было много денег влили заработали и все и ушли и рынок такой примерно такое ощущение это очень часто происходит если в первый час открытия рынка от открытия рынка была очень высокая волатильность значит пришел кто-то очень серьезный или пришли раскачали раздолбали забрали бабки вышли из рынка и он такой успокаивается и потом по инерции будет дальше идти по тренду как правило но уже не может быть не с такой просто скоростью не так интенсивно давайте пробежимся по графикам и закончим что у нас сегодня было мы сегодня торговали евро иена на коллекции к ценности sell profit здесь потом мы видим рынок вернулся здесь я не входил повторно в сел закромет пока график фунт иена так ничего не было американский американский британский индекс мы с вами продали здесь идеального ценности самое большое движение было здесь мы почти все это движение забрали коррекция к ценности сигнала нет все сделок нет был сигнал на разворот здесь по smart сканеру но и не входил почему наш контур тренд и не так много здесь на не такое большое расстояние соответственно сделок здесь не было бы просто видимо будет нормально так народ как следует еще раз для вас для тех кто использует эти инструменты не это никак не является удивлением или что-то странным из ряда вон выходящим то есть элементарно вот это расширение экстремальное оно переросло в другое расширение в противоположную сторону сторону но откуда оно пришло оттуда что вы видите внизу смарт осциллятор на экстриме не точно экстрима персер 0 со smart сканера который вам подсказывает здесь 45 смари на этот символ и на минутном графике мы ускоряемся то есть мы уже находить находимся в широкой фазе пишите свои вопросы замечания ставьте лайки если вы новенький трейдер то обязательно подписывайтесь на канал если мне какое-то время смотрите то добро пожаловать мои закрытые проекты про трейдер в частности это личный кабинет я собрал все свои алгоритмы вы можете получить доступ на месяц на год либо бессрочно и начинать формировать свою историю положительную торговую историю все увидимся пока